Итак, давайте представим, что мы с вами торгуем не акциями, не валютами, не золотом даже. Мы торгуем сланцами. Обычными китайскими сланцами, которые покупают люди на лето. И вот торги начинаются с отметки 100 условных единиц. Так, подпишем эту отметочку. Напишем здесь 100. Вы такой заядлый барыга, уже прошедший Крым, Рим и Медные трубы. И вот с этой отметки 100 рублей вы закупаете свои позиции. То есть самые-самые первые покупки, самую первую оптовую закупку вы совершаете с этой позиции. Вы ставите себе цель продать эти сланцы в тот момент, когда цена достигнет примерно 150 рублей. Поставим эту отметку, 150 рублей. То есть, когда вы приходите на рынок, вы должны четко понимать, что вы имеете и к чему вы движетесь. Если у вас нет этого понимания, то вы не сможете делать четкие прогнозы. Значит, начались у нас торги. И вот у нас цена вошла вверх. На дворе у нас апрель месяц. Скоро начнется дачный сезон, лето. И люди будут покупать. Люди будут активно покупать эти сланцы. Значит, вы затарились первой партией. Цена растет. Я не буду рисовать очень там ровные свечки. Но, тем не менее, постараюсь сделать это более-менее красиво. Значит, вот так цена растет, растет. Но тут уже приближается лето. Как бы уже не так уж и выгодно покупать эти сланцы. Но, тем не менее, продажи все-таки идут. Когда цена была на уровне 110? Скажите, вам было выгодно покупать? Да, может сейчас будет звучать немного глупо. Но вам необходимо поговорить с монитором. Советую вам быть одному в комнате. Чтобы ваши домочадцы не приняли вас на сумасшедшего. Но это вам поможет сориентироваться. Итак, повторю вопрос. В тот момент, когда цена у вас была на отметке 110. Вам было выгодно покупать эти сланцы? Да, было выгодно. Вы правы. Когда цена достигла 125, вам было выгодно? Да, вам было также выгодно. Но при этом ваша выгода, ваш профит, он уменьшился. Поскольку начальная цена у вас 125, а цена реализации 150. И вот цена постепенно у вас движется и движется к отметке 150. Давайте еще закрасим вот эти бары зеленым цветом. Чтобы вы понимали, что здесь цена у нас растет. И вот цена у нас приближается к отметке 150. Вот в этой точке скажите, вам выгодно покупать, если вы покупаете по отметке 150 и продаете по цене 150? Нет, вам тут не выгодно покупать. А если будет цена у нас еще выше, скажем, 160? Нет, тем более не выгодно, потому что вы покупаете по 160, а продаете по 150. Ну а такими темпами, когда цена у вас выбивается за вот эти вот рамки, то есть за вашу отметку 150, вы начинаете все свои позиции сливать. Давайте нарисуем свечу. Как будто у нас цена вот так вот вырвалась вверх. Она вот тут закрепилась. Так, сделаем по-другому маленькое. Я поставлю здесь еще одну палку. Вот так. А вот тут у нас вот такая, скажем, большая свеча. И вот по мере того, как цена у вас поднималась, то есть превысила даже 150 планируемый объем, планируемую цену, вы начинаете все свои позиции продавать. Цена падает, 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 падает. Ну какие-то придурки берут, покупают здесь. Потом снова цена падает, 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 падает. Еще придурки купили, но она падает, 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 падает. Все, она упала. Она вернулась к 150. Ну, представьте, что на рынке вы не одни. На рынке еще есть люди, которые так же, как и вы, такие же барыги, они закупились по цене 100. Они закупились по цене 120, по цене 130. И вот все, кто здесь закупился, вот все они начинают сейчас продавать. Все, что у них было, все эти позиции начинают они продавать. Увы, в том числе. Но те люди, которые закупились вот в этой точке, они начинают закрывать свои позиции гораздо быстрее. Почему? Потому что они нифига не опытные. Они закупили эти сланцы уже где-то в июне месяце, когда цена, в принципе, уже выросла. И она стоит как на рынке. На оптовых рынках, она будет стоить как в рознице. И вот эти люди, кто закупился этими сланцами, вот здесь, в этом промежутке, они будут по-быстрому сливать свои позиции, сливать свои позиции. Потому что никому не охота остаться в убытке. Сами понимаете, да? То есть закупились, эту бацу на стрелок разворачивается, то есть никто не покупает по этой цене. Цена откатила. Цена откатила, скажем, до уровня 110. Предположим, что здесь у нас отметка 110. Я ее подпишу. 110. На дворе у нас уже июнь месяц, конец июля. И вы понимаете, что впереди-то еще много месяцев. То есть еще лето не закончилось, дачный сезон, грубо говоря, в разгаре. И поэтому вы решаетесь закупиться. Закупиться еще сланцами. Но почему бы и нет? Почему бы этого не сделать? Если цена такая приемлемая, по 110, и можно бы еще закупить партию. И вы встаете в покупку. И вот от 110 вы начинаете покупать. Причем покупают люди всегда активнее, чем продают на рынке. Есть такое правило при восходящем тренде. Вот здесь у нас цена поколебалась. У нас был выстроен уровень. Она маленько вниз, ушла маленько вверх. Но все-таки пробила этот уровень. И ушла еще выше. Вот так. Давайте я сейчас сделаю вот так. И вот когда у нас цена достигла своей новой точки, своего апогея. Это вот здесь. У нас движение восходящего тренда, оно у нас уменьшилось, замедлилось. Теперь снова люди, кто затарился по цене в 110, они теперь решают свои позиции снова продать. Вы в том числе, вы также затарились как надо этими сланцами. Ну и что с ними делать? Ну продавать, конечно. Вы же с этой целью пришли. Но в прошлый раз вы выстраивали свою цель на уровне 150. Но так как вы видите, что у нас дачный сезон очень долгий, но у вас еще два месяца целых есть, вы решаете закупиться даже по цене 150. Но почему бы не купить, если у нас идет отличная покупка. То есть люди, которым вы продаете свои сланцы, они отлично их разбирают. И вы решаете закупиться с целью получить прибыль на отметке 200. Давайте мы нарисуем этот уровень. Это вот так вот сделаем. И это будет у нас отметка 200. Сейчас пониже сделаем. Вот так. И вот здесь все люди, которые закупались вот здесь, вот здесь, вот здесь, они все решаются теперь продать свои позиции. Они продают свои позиции. И на дворе у нас уже июль месяц. И вот мы видим здесь такие, вот такие вяненькие продажи. И в основном эти продажи за счет того, что у нас кто-то затарился вот в этой точке. Вот те, кто в самом верху затарился, вот они снова делают такой мощный рывок. И все эти позиции, они выходят вниз. И мы их заграшиваем красным цветом. Цена у нас снова откатывает. Но ведь лет это не закончено. И тренд может дальше идти вверх. Предположим, давайте еще один виток нарисуем. Цена у нас достигла нового максимума. То есть июль месяц это не конец света. Вы решаетесь. Ну что ж, ну в последний раз давайте уж 250 заломлю эту цену. И хрен с ним. Пускай уж там будет что-будет, я продам все, что у меня есть. То есть все, что было затарено. И вы уже с целью продать 250. Если вы не продали все свои позиции в 100, в 110, скажем. Вы все позиции купленные по 150 и до 200. Ну скажем, чтобы получить самую максимальную прибыль, вы продаете вот в этом моменте. Когда цена достигает 250. 250. И вот здесь вы продаете свои позиции. И мы рисуем с вами уже другие свечки. Ну дело в том, что лето это не резиновое у нас. И как-никак дачный сезон, лето, жара. Это все подходит к концу. И вот тут-то вы решаете продать вообще абсолютно все позиции. И у вас еще висели позиции, которые вы закупали по цене в 100, 110. И вот часть этих позиций, которые вы не продали раньше, вы будете продавать сейчас. И помните одну вещь. На рынке вы не одни. На рынке еще куча барыг, которые также пришли сюда, чтобы всех других нагнуть и получить с этого прибыль. Мы с вами выстраиваем вот такие свечи. Все. У нас август месяц. Вам уже не выгодно эти позиции держать. И вы начинаете продавать. И вы начинаете продавать. Идут вот такие свечи. Огромные свечи вниз. Ну кто будет держать сланцы, скажем, в зиму. И кому не нахер нужны там. Да, кстати, вот так может цена уйти до нашего уровня 150. Она использует его как уровень поддержки. Тут появятся какие-нибудь придурки, кто закупит сланцы в августе месяце. Мы сделали ее сереной свечой. И здесь мы сейчас поставим еще вот такие красные свечи, которые покажут, что у нас пошел разворот. У нас объем продаж превысил объем покупок. После чего мы видим, что у нас дальше пошла цена вниз. И вот эти вот ребята, кто тут нечаянно залетел по своей тупости, глупости, они теперь снова остаются ни с чем. И цена уходит вниз. И примерно она падает на тот же уровень, откуда я стартанула. Вот так она упала у нас. Такие откаты могут быть, конечно, побольше, но тем не менее. Откат и коррекция это все временное явление. Оно зависит только от того, насколько много людей, которые затарились на самом начале движения. Вот теперь вы начинаете все свои позиции продавать. Вы продали все эти позиции. У вас больше ничего не осталось. То есть, в принципе, вы получили свою прибыль, у вас свой профит, вы остались в плюсе. Вы нагнули рынок. Все, я вас поздравляю. То есть, вы отличный барыга, вы умеете ориентироваться, так и сяк. Есть особенность у рынка, он цикличный. И дачный сезон, он не заканчивается. То есть, если у нас прошел один сезон, то лето у нас снова будет на следующий год. Это ясно, понятно. Вот на рынке примерно та же ситуация. И вот эта концепция, которую вы сейчас видите, она будет повторяться всегда. Волнообразное движение рынка. Ну, я не знаю, аксиома что ли какая-то. Помните, что если у вас восходящий тренд, то у вас объем покупок всегда будет превышать объем продаж. Это маленький объем продаж. Покупки, они всегда больше, если тренд восходящий. Например, у вас будет вот такая вот свеча, вот такая свеча, вот такая свеча, вот такая свеча, вот такая свеча. И вот такие ленивые, ленивые продажи. Знаете, прям вообще как нихер делать. Их просто держат. Кто там затарился, они любым бы продали. А вот там снова пошли великие, новые великие. Огромные такие свечи, они там уходят вверх, вверх, вверх. Вот так. И обратная концепция, когда у вас тренд идет на понижение. То есть у вас большие свечи вниз, огромные свечи вниз. И маленькие свечушки, такие маленькие, маленькие, маленькие. Такие вот раз, такие откатики. Маленькие коррекции. И дальше снова вниз полетели, полетели, помчались. Ну, бывает еще вот в этом, во всем проговороте, среди всех этих тапочек, сланцев, медведей, быков, еще бывают такие сюрпризы в виде новостей. Ну, представьте, вот у нас тут июль месяц, и вы... так-так-так, давайте уберу вот эту часть, и покажу вам, что бывает в тот момент, когда у вас выходит какая-то новость. То есть, вот этого у нас ничего тут не было. Предположим, это тоже можно убрать, ясно. Значит, июль месяц, и тут поступает сообщение о том, что сгорел завод, который производит сланцев. Представляете, вот стоял-стоял какой-то неосторожный гитнамец, он случайно забыл выключить чайник, и весь завод сгорел просто к чертовой матери. А что это значит? Это значит, что сланцев теперь будет меньше. Значит, сланцев будет меньше, а значит и товар уменьшится. Уменьшится товар, но при этом спрос у нас останется тот же. Это говорит о том, что цена вырастет. То есть, вы теперь можете диктовать свои условия. У вас есть куча сланцев, которые вы там по 100 рублей закупили, по 110 даже закупили. И теперь сланцев стало меньше, и конкуренция даже на рынке уменьшится, потому что, ну, просто будет меньше бары, которые успеют там затариться. Ну да, вы там счастливчики, кто-то успел тут схватить эту львиную долю. И теперь мы видим вот такие вот большие свечи, вот такие вот огромные-огромные свечи, которые говорят о том, что у нас вышла какая-то новость. Ускорел завод, красиво полыхал, конечно, но ничего не поделаешь. После того, как у нас выходит вот такая свеча, у вас обязательно будет идти небольшой откат. То есть, поверьте, те люди, кто успел затариться вот в этом промежутке, в самом начале, они по-любому захотят... Ну, подстава просто, ну что, все идут вверх, они возьмут, как обычно, раз цена уж зашла туда же за 200, 250 приблизилась. Они по-любому захотят вот в этой точке еще сдать свои позиции и получить лист на бар. Ну, а что держать позиции, я вот тоже так бы сделал, купил их просто 10, херак завод сгорел, и что их держать? Ну, продам, конечно. И у нас вот такое вот движение происходит, сейчас покажу. Вот так. И примерно вот такая свечушка, может, откатан. Она вот так выпадет. Да, после этого, поверьте, вам необходимо будет оклематься. То есть, люди начнут сомневаться, скажем, не люди, а барги. Не, барги тоже люди, но не в этом суть. Значит, они начнут сомневаться. А стоит ли сейчас покупать новые позиции или не стоит? Тем более, на двое, вот скажем, июль месяц, завод-то сгорел. Ну, в принципе, тапки-то продали всем, ну, как бы еще остался спрос, неудовлетворенный. Поэтому нужно вот подумать в этом моменте, то есть, стоит ли закупаться или не закупаться. И рынок начинает украдаться вот такие дела. То есть, свеча вверх, свеча вниз, свеча вверх. И я вот не советую вам торговать в эти моменты. В принципе, все, что я хотел вам рассказать по поводу психологии и поведения игроков на рынке. Ваша задача просто ориентироваться в том, когда у вас идет тренд на повышение и когда тренд на понижение. И после вот этих вот откатов вам необходимо вставать в покупку. Ну, и если тренд на понижение, после отката вверх вставать в продажу. Надеюсь, это видео было полезным для вас. До связи.